Сколько нужно пить воды в сутки? Вопрос не риторический, а жизненно важный. Очень важно знать, как правильно поддерживать водный баланс в вашем организме. От этого зависит уровень здоровья и те болезни, которые вы можете таким образом предотвратить. Когда вы знаете две рекомендации, что нужно пить 1,5 или 2 литра воды в сутки, я понимаю, что они справедливы, они правильны, в случае если условия окружающей среды комфортные, а ваш вес при 1,5 литрах воды в сутки это 30 кг, а при 2 литрах воды 40 кг. Для взрослого человека, вы знаете, такой вес это равно состояние дистрофии. Здесь не только и не столько поить нужно, сколько правильно кормить. Потому что вода в организме человека, находящейся в состоянии дистрофии, не держится. Она просто транзитом улетает. Только обеспечив правильное питание, усвоение продуктов питания на уровне печени и доставку к клеткам, только в этом случае в клетках появляется дополнительное количество белков, белки фактически держат вокруг себя воду, и тут пошел набор веса. Тут я уже понимаю, что вода не просто пролетает по организму человека, находящемуся в таком неприятном состоянии, но она еще будет накапливаться, то есть будет участвовать в обмене веществ. И человек будет выходить из этого состояния. Только психологические практики, они, мягко выражаясь, не дают полноценного эффекта, поэтому лечат дистрофию долго, нудно и не всегда результативно. Такое видео, кстати, есть на моем канале. Подписчики наверняка его уже смотрели. Если вы не подписчик, подпишитесь и сможете просмотреть, потому что очень легко попасть в дистрофию, даже имея нормальный, даже избыточный вес. Это нужно просто понимать. Ну а в принципе, для того, чтобы поддерживать водный баланс, вы должны учитывать несколько показателей. Во-первых, безусловно, возраст человека. Во-вторых, его, скажем так, пол. В-третьих, условия окружающей среды, условия образа жизни. Ну, те заболевания, которые могут тоже быть, которые тоже могут как-то влиять на этот процесс, на эту ситуацию. Это не просто, это нестандартная ситуация. Не может быть одна и та же цифра полезна для здоровья по воде в этих переменных условиях. Вы должны это понимать. И сейчас я вам это объясню, вы это легко поймете. Ну, самая высокая потребность в воде у здорового младенца. В сутки потребность 15% от массы тела. То есть, ребенок, новорожденный ребенок весом 3 килограмма, его потребность в воде ежедневная 450 грамм, почти пол литра. Кто дает такое количество воды ребенку? Не дают. Хотя некоторые говорят, что нужна только чистая вода и только от этого будет здоровье. Ребенок грудной получает это количество воды с материнским молоком и, в принципе, нормально себя чувствует. Потому что все, кто смотрит это видео, кто может его посмотреть, прошли через эту ситуацию. И воду вам в таких количествах, такими объемами никто не заливал. Вас просто кормили материнским молоком или кормили питательными смесями, заменителями материнского молока. Но везде там была вода и эта вода была основным источником жидкости для вас. Конечно, если температура окружающей среды выше 24 градусов со знаком плюс по Цельсию, то потери воды увеличиваются и тут нужно допаивать ребенка. Но в иных случаях этого делать нет необходимости. Дети не грудного возраста до полового созревания, их потребность в воде примерно 10% от массы тела. Просто у детей относительно высокая поверхность кожи, легко идет потение, легко идет потеря воды. И нужно их просто вовремя компенсировать. Именно по этой причине, когда в достаточно жарких условиях семья находится, первые, кто страдают от теплового удара, это дети от перегревания. Они быстрее теряют воду, их нужно поить в первую очередь и регулировать, контролировать этот процесс. Иначе легко попасть на проблемную ситуацию. Взрослые люди, у них потребность в воде меньше, это 4-5% от массы тела. И ее тоже нужно правильно поддерживать. То есть каждый, фактически 20 кг веса, 1 литр воды. 60 кг, уже 3 литра воды нужно пить. 80 кг, 4 в сутки. Это нормальная потребность, которую вы должны постоянно пополнять. Иначе водный баланс вы не поддерживаете, вы находитесь в состоянии водного голодания. У беременных женщин потребность в воде выше 5% от массы тела. Ну просто она должна очищать кровь не только от тех продуктов жизнедеятельности, которые она производит, но и от тех, которые производят плод. И это нужно просто понимать и правильно сопровождать. Потому что если вы делаете это неправильно, если беременная женщина не подготовилась к беременности, если она неправильно ее сопровождает, возникается токсикоза беременности. И вот тут уже воду придется ограничивать, контролировать ее иными путями. Это нужно просто понимать. И лучше, знаете, предупрежден, вооружен. Лучше не попадать в эту ситуацию, правильно подготовившись к беременности. Кстати, такое видео тоже есть на моем канале. Вы можете его просмотреть в любое удобное для вас время. Меньше потребность в воде у тех, кто имеет заболевание сердечно-сосудистой системы, почные какие-то проблемы, почную недостаточность. У них потребность самая, пожалуй, низкая. Это полтора процента от массы тела, плюс компенсация диуреза за вчера. И здесь больше воды может очень серьезно навредить. Может сорвать работу сердца, сосудов или почек. Нужно это понимать. Вот эти цифры, которые я обозначил, они, как правило, справедливы в зимний период времени. Когда кожа больше защищена, и вы меньше теряете воды таким путем. И вы больше находитесь благодаря одежде, в более комфортных таких условиях. Летом потребность воды резко увеличивается. Если вы не знаете, как ее правильно компенсировать, у вас появляется чувство жажды. Жажда показывает, что вы достигли степени обезвоживания организма всего 1%. Вроде как мало, вроде как мелочь. Но! Чувство жажды говорит о том, что у вас резко увеличилась вязкость крови. Резко увеличилась нагрузка на сердце. Резко увеличилась испытание ваших сосудов на прочность. Это нужно просто понимать. И не дожидаясь чувства жажды, правильно компенсировать потери жидкости, которые в вашем организме могут проходить. Это нужно просто правильно понимать. Видео по высокой вязкости крови тоже можете найти на моем канале. Посмотреть. И вы поймете, насколько эта ситуация, скажем так, неоднозначна и опасна для здоровья. Когда чувство жажды может появляться не только в летнее время? Ну, в принципе, если человек занимается спортом. Спортсмен, он, в принципе, активно работает. Его мышцы нагревают организм. В попытке охладиться идет потеря воды через кожу, идет охлаждение через легкие, благодаря одышке. И спортсмен достаточно быстро тоже переходит в состояние обезвоживания. Но тренированный спортсмен, у него чувство жажды возникает очень поздно. Но если оно возникло, это говорит о серьезном обезвоживании. И здесь не нужно терпеть, появилось чувство жажды у спортсмена во время занятий спортом, фитнесом. Вы должны постепенно нагрузку уменьшать, восстановиться в покое. И только после этого восполнять источники жидкости. Ну, видео, как правильно пить спортсмену, на моем канале вскоре появится. Но могу сказать одно. Количество жидкости зависит от потерь веса, которую вы достигли во время тренировки. Взвесились до тренировки, взвесились после. Вот эту компенсацию вы должны сделать. Иначе, если вы это не сделали, ваш организм подсыхает, ваш организм стареет. И вам достигать результаты будет тяжелее. И очень важно понимать, что так же как в состоянии дистрофии, очень важно знать, как правильно обеспечить себе белковое питание, работу печени. Именно она удерживает воду в вашем организме. Позволяет спортсмену выдерживать более значительные нагрузки. И продлить жизнь в спорте. Вы знаете, есть спортсмены со знаком минус. Те, кто много едят и мало двигаются. Как правило, они имеют избыточный вес. И вот здесь, если взять, да, человека много, вроде как он так относительно здоров. И применить к нему количество воды, потребность в воде 5% от массы тела. Вот здесь можно доиграться до нехорошей ситуации. Поэтому здесь считать нужно совершенно по-другому. Нужно из цифр роста убрать 100. И получаем цифры желаемого, вернее ожидаемого веса при этом росте. И вот здесь мы умножаем на 50 миллилитров. И получаем количество литров, которые фактически человек должен употреблять в сутки, для того, чтобы поддерживать водный баланс. Потому что человек, скажем, ростом метр 60, его потребность в жидкости 3 литра в сутки. Но, если у него вес при этом не 60 килограмм, как положено, а 100, то уже, казалось бы, потребность 5. Вот здесь вот легко сорвать сердце. Потому что при избыточном весе очень часто миокардия и эстрофия есть. И она очень серьезно ограничивает употребление жидкости. И безопасно ее, скажем так, сопровождение, циркуляцию по организму и выведение. Кстати, видео, как безопасно снизить вес с помощью жидкости, вы можете найти на моем канале, как правильно пить воду, чтобы похудеть. И посмотрите, там не такая простая ситуация. Как, впрочем, и в случае, если в организме возникает, скажем так, регулируемое перегревание. То есть, вы пошли в баню, в сауну. Да. Вы перегрели свой организм. В ответ организм, пытаясь охладиться, опять-таки теряет воду через кожу. Здесь очень быстро обезвоживается. Важно очень правильно понимать, как этот процесс сопровождать. Видео про баню, про сауну есть на канале. Смотрите. Не вопрос. Они доступны. Я там достаточно хорошо, на мой взгляд, объяснил эту ситуацию. Как ее правильно сопровождать. Как и видео при повышении температуры тела. Когда человек заболевает гриппом, ОРЗ, простудой. У него повышается температура тела. И нужно правильно сопровождать это состояние. Потому что вода в этом случае выполняет роль не только, в первую очередь, охладитель. А во вторую, очиститель. Если воды на охлаждение организма не хватает, температура пошла выше 39 градусов, я понимаю, что количество токсинов в организме резко увеличивается, потому что их выводить просто не в чем. И вы должны понимать, что 1 градус повышения температуры, это дополнительный 1 литр жидкости в сутки для обеспечения и охлаждения правильного, и очищения вашего организма. Вы должны это все прекрасно понимать. Потому что если вы больше используете воды, да, вы не знаете, как ее правильно использовать, просто заливаете в свой организм обильное количество воды, вы перегружаете сердце, вы испытываете возможности сердечно-сосудистой системы, которые будут обеспечивать циркуляцию этих дополнительных, никому не нужных источников жидкости. Особенно если вы еще не знаете, как правильно двигаться, то есть выпил воду, вот, и как правильно выполнять нагрузки в это время, как правильно питаться, это все очень интересные ситуации. Также вы можете сорвать почки, которые основные выводят воду, избыток воды из вашего организма. Это все легко и просто сделать, но я немножко знаю, что это такое, поэтому написал такую брошюру. Вода ее значение в жизни человека, вот, на двух частях, правда, на украинском языке, ну, что поделаешь. Вот, если же вы не знаете, как правильно пить воду и не допиваете, я прекрасно вас понимаю, да, вот, но, увы, белковые токсины начинают концентрироваться в вашем организме и выделяются секреты уже в концентрированном виде, через те же почки выделяется концентрат секретов, там появляется вначале солевой диатез, потом мочекаменная болезнь, появляется пилонефрит, а пилонефрит это номер один по хронической почечной недостаточности, и вы уже вынуждены уменьшать количество воды, потому что ваши почки уже не могут это пропустить. Если же концентрат солей выделяется из вашего организма, естественно, периодически обостряется цистит, уритрит, у мужчин простатит, а хронический простатит это номер один по импотенции, и такое, такая брошюра есть у меня про хронический простатит, что с этим безобразием делать, а как от него правильно избавиться, то есть это все есть. Когда воды не хватает, почки не справляются, они страдают, конечно, первыми, шлаки остаются в вашем организме, если вы активно двигаетесь, у вас развиваются обменно-дистрофические заболевания суставов, и патология суставов, увы, в больших суставах лечат неправильным очищением, неправильным использованием жидкости, а обезболивающими, да, приняли таблетку, боль убрали, грязь оставили в своем организме, плюс на эту грязь легла еще таблетка. Кстати, видео, как лечить обменно-дистрофические заболевания суставов тоже есть, на моем канале вы можете это найти и посмотреть в любое удобное для вас время, но, вы знаете, вода это здорово, разные виды воды это прекрасно, и десятки нужны для вашего здоровья, для вашего активного долголетия, но, я уже сказал, оговорился о том, что важно, что должно быть, почки, да, работают, им дали воду, они выводят. Вопрос не выводить воду из вашего организма, а вопрос удерживать воду вне отеков, а это делает хорошая работа печени. К сожалению, печень у большинства людей не самого лучшего качества, поэтому я написал такую книгу, что делать, если у вас есть печень. Потому что она определяет фактически основные условия жизнедеятельности вашего организма, и то количество воды, которую вы безопасно можете ввести в свой организм, и также безопасно с пользой для вашего здоровья вывести. Потому что фактически доставку воды в клетки обеспечивает печень, потому что она к этой воде должна пристроить полезные вещества, которые должны зайти в клетку для обмена веществ. А в обратную сторону, те продукты жизнедеятельности или шлаки, которые накапливаются в клетках, выводят белки альбумины, 100% которых вырабатывает печень. Мало белков и альбуминов не может эта транспортная система убрать шлаки от ваших клеток, они лежат в клетках, лежат в цинице ткани, то есть лежат в вашем организме, вместо того, чтобы уйти из него, и сделать его более чистым, а ваш уровень здоровья более высоким. Поэтому без работы печени, вы можете, конечно, обходиться без нее, но вы знаете лучше, если печень работает хорошо и обеспечивает все процессы в вашем организме, в том числе и правильное движение жидкости по нему. Надеюсь, что вы теперь знаете чуть больше о том, реально сколько нужно пить воды. Не полтора-два литра, а реально сколько воды нужно вашему организму. Если вам нужно больше информации, не вопрос, контакты вы видите. Кстати, если вы считаете, что ваши друзья и знакомые еще не знают точно, как правильно пить воду, сколько ее нужно, дайте им ссылочку на это видео. Потому что это очень важный, жизненно важный, еще раз напомню, показатель. Ну а пока вы думаете, поставить вам лайк на это видео или нет, я пожелаю вам крепкого здоровья и разумного к нему отношения, и подумаю, какое еще видео написать на эту тему. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!